Друзья, всем привет! Ну вот зима пришла в Карелию Выпал первый снег Ну а тема сегодняшнего видео у нас будет Куда уходит антифриз Значит, человек пишет в комментариях Задает такой вопрос Вторую неделю доливаю антифриз Стал падать уровень антифриза в расширительном бачке Загораться на панели значок То есть долил первый раз 100 грамм Прошла неделя, снова загорелся значок Снова нет антифриза Визуально везде двигатель сухой На ночь вложат фанерку под мотор Значит, капель, говорит, нигде нету То есть все сухо, все хорошо, но антифриз исчезает Значит, одно из его предположений Это может быть из-за того, что антифриз давно не менялся Состарился, а он стал испаряться Значит, и задает вопрос Есть ли же еще какой-то метод проверить данную неисправность То есть исчезновение антифриза Значит, сразу скажу, антифриз не испаряется Что мы сделаем? Мы проведем проверку Точнее две проверки старым дедовским способом Ну что, переходим к автомобилю и смотрим Ну что ж, способ первый Мы подходим к автомобилю со стороны глушителя В данном случае он у меня находится сзади Значит, даем машине поработать После чего мы ее глушим Работать машина должна примерно минут 10 После того, как мы ее заглушим У каждой машины всегда появляется конденсат на глушителе То есть внутри глушителя на выходе всегда висят капли Что мы делаем? Мы просто берем пальцем, тыкаем в одну из капелек И пробуем на язык Если капля у нас будет сладкая Значит, антифриз уходит в глушитель Это первый способ Второй Переходим к самому двигателю Так, вот мы уже под капотом То есть второй способ у нас Чуть-чуть посложнее Но даст нам стопроцентную уверенность Что антифриз не уходит через цилиндры Значит, нам надо Просто взять и снять выпускной коллектор И если антифриз вылетает через какой-то из цилиндров Вы это сразу увидите То есть он будет намыт 100% Проверено лично мной не один раз То есть таким способом вы поймете Из какого цилиндра То есть в каком цилиндре, по крайней мере, уже произошла Неисправность То есть или треснула головка Или пробила прокладку После чего вам только останется снять головку И разобраться в данной ситуации Так что всем, кому понравилось Подписываемся, ставим лайки И до следующего видео Всем пока